Всё. В войсках это дело восприняли вполне себе адекватно. Поняли, что нужно уходить. Осадный лагерь был свёрнут. И осада Близня была снята. И они двинулись на соединение с силами, которые собирал Прокоп к седльчанам. Это к северу от Праги. Собрали сирот, собрали таборитов. И начали двигаться к ключевой точке, которая могла бы перекрыть дорогу, мимо которой просто было не пройти, клепаном. И туда стали выдвигаться постепенно и панские силы. Чашников. У которых было огромное количество времени, чтобы собраться просто силами. Нанять дополнительные контингенты. Собрать собственных вот этих вот пражских и прочих умеренных гуситов. Формально армию возглавлял тот самый Алеша из Ризенбрука. Не очень понятно, кстати говоря, кто именно командовал. Потому, что панское представительство было просто огромное там. Но формально было так. Табориты расположились около Чешского брода. Восточнее Чешского брода. Улипан. И войска противников разбили лагерь около селения Гржибы. Прокоп, как обычно, как ученик Жишки первым занял поле боя и выбрал идеальное место для того, чтобы разбить Вагенбург. На довольно высоком холме. При том, что панские войска находились ниже холма. При этом у Прокопа осталось всего лишь 800 всадников. Потому, что огромный падеж лошадей был, конечно же, во время осады. И не менее 10 тысяч пехоты. Паны, как говорят... Я так буду для краткости Чешников называть. Имели как минимум в полтора раза больше пехоты. Считают до 35 тысяч в разных источниках. Но я, как обычно, в такого размера войска слабо верю. Да. 660 боевых вазов было у панского войска в это время. То есть, в два раза больше, чем у Прокопа, у которого было 360 вазов. И тотальное превосходство в коннице. Потому, что до 4 тысяч конницы было на панской стороне. Вполне очевидно. Потому, что на их стороне выступили магнаты. Ну, все-таки богатые. Да. Магнаты, которые просто туда войско влили свои дворы. Почты свои. Часть зиманского рыцарства, которым надоела вся эта движуха мутная совершенно. Которая лично ему уже никакой выгоды не приносила. То есть, опять же, рыцарство. И, конечно же, военные отпускники из Германии. Которые приехали посчитаться за не совсем удачные крестовые походы на протяжении всех этих бесчетных лет. Кто пойдет в атаку первый? Вполне очевидно, что Прокопу, при том, что у него меньше конницы, выдвигаться в наступление было совершенно невозможно. А чашникам при этом очень не хотелось лезть на холм под пушки. Тем более, опять же, повторюсь, они с этими парнями вместе воевали много раз. И даже пару раз против. И они точно знали, что кто первый полезет, тот, скорее всего, и проиграет. Потому, что это ввозовая оборона настолько эффективное боевое средство, что там можно просто всю армию в атаке оставить. И никто не двигался вообще. Тогда кто-то толковый. Опять же, я сейчас не готов доложить кто. Со стороны чашников решили предпринять ложное наступление. На глазах у Прокопа свернули табор свой, то есть, в Огенбург. Поставили в колонны по 11 в ряд. И под прикрытием этих самых вот вазов стали взбираться на холм. По ним, конечно, сразу ударили пушки. Потому, что ВОЗ это, конечно, хорошо против ручного огнестрельного оружия. Пушка, естественно, выкрашивает любую эту деревянную преграду. Как сверху вниз, по вам, со всем удовольствием лупит из пушек. Удобно, да. Да. Это очень удобно. При этом наступление было организовано так, чтобы никто не подумал, что оно ложное. Впереди колонны, вот в этих ВОЗах везли артиллерию, которая стреляла по осажденным, по защищающимся, по таборитам. То есть, если в наступление пошла артиллерия, значит, это серьезный приступ. Никто бы и не подумал, что эту артиллерию просто пожертвовали. Они, конечно, понесли огромные потери сразу же. То есть, там тут же вырубило то ли четверть, то ли половину артиллерии, которая в головных ВОЗах находилась. Ну, один из ВОЗов вот так вперед едут. Сзади были поставлены лошади, которые толкали вверх. И вот так на торцах стояли пушки, которые прикрывали общую струбовую колонну. Конечно, как иначе? Они вот тут же начали получать фланговый огонь артиллерийский. И постепенно вошли в эффективную зону поражения арбалетов и ручниц. После чего все чашническое войско побежало. И конница, которая прикрывала чашническое войско в наступлении, побежала. Это был однозначный сигнал. Потому, что это бывало уже столько раз перед таборитами, что нужно раздвигать ВОЗы и бить врага. Гнать его до самого лагеря и уничтожать. Очень много раз этот маневр давался. И вот они вышли. Они раздвинули ВОЗы и пошли в атаку. А там их ждало подавляющее превосходство тяжелой конницы, которую выставили паны. И они с двух сторон вот так вот хлопнули по наступающим таборитам. Ну, где-то там по полторы тысячи конницы с каждой стороны получилось. Какие хитрые. Вот. Это, конечно, должно было привести немедленно к разгрому вообще любую армию, которая только имелась в Европе. Если вы прошляпили фланговый охват с двух сторон, аж трех тысяч тяжелой конницы. Причем не самая плохая. Это, конечно, не бургундская конница. Но, по местным меркам, лучше тут не было все равно ничего. Тем более, там, повторюсь, была масса отпускников из Германии, которые воевать-то, прямо скажем, умели. Но табориты оказались настолько крутые, что они, несмотря на ужасные понесенные в первый момент потери, умудрились отойти, перестроиться, закрыться щитами и начать в полном порядке отступать. Прокоп пошел на решительный метод. Вот тут все повисло на волоске буквально. Потому, что самое главное, табориты смогли перестроиться. Их не смогли разбить. Они понесли потери, но их не смогли разбить. При этом, в этом притворном наступлении, уже чашническая пехота понесла потери. И она тоже не могла сразу же в полном порядке применить свои силы на поле боя. Нужно было что-то делать. То есть, кто вот сейчас бросит последнюю вот эту вишенку на тортик? Кто бросит последнюю горошину? Соломинку на горб верну. И Прокоп Голый собирает свою конницу и бьет по коннице Чашников. Их там мало. 800, может быть, чуть больше человек. Но конница Чашников увязла в бою. И их сдерживают пехотные силы таборитов. Он идет в атаку, но Чапик Иссана, который возглавлял все конное подразделение, вдруг поворачивает знамя и покидает поле боя. То есть, просто сбегает. Так как конница осталась без знамени, она делается неуправляемой. Они проводят одну атаку и не могут собраться, непонятно куда идти. У них нет командира. И что самое главное, с ними, судя по всему, пошел лично на прорыв Прокоп Великий. И его убили. Конница не понимает, что делать. Их просто... Если бы они оставались в полном порядке, у них просто был шанс увязшую в бою конницу Чашников опрокинуть хотя бы с одного фланга. Тогда непонятно, что бы получилось. Немецкие отпускники очень хорошо умели воевать и великолепно знали маневры панического бегства. Что они неоднократно исполняли. Немецкая часть войска просто могла бы разбежаться. Но одноактная атака, повторный, как бы мы сказали, суим, невозможен. И просто из-за того, что численно превосходящая часть Чашнической конницы развернулась и атаковала конницу Табалитов и просто ее рассеяла. После чего в неприкрытый тыл табалитской пехоты еще раз ударила тяжелая конница. И вот тут-то они перестроиться уже не смогли. Просто потому, что это не гренадеры Фридриха Великого. У них не было такой выучки. Ну, это средневековая армия. Она довольно неповоротлива в командовании. И к вечеру... Заметьте, это все с 12 часов примерно до 5 часов вечера продолжалось. Какие крепкие были люди. То есть, их и после этого не смогли разгромить. Это самое главное. То есть, их теснили, рассекали эти пехотные построения на котлы. Но взять их не могли. Они прикрывались павезами. И вот как утюг, просто как римский легион вырывались из окружения. Снова соединялись. И да, они несли потери. Но их не могли взять. Несмотря на то, что они решились с единого командования. У них просто не было кавалерийского командования. Конница просто исчезла. И был убит Прокоп Великий. Да. Где-то там, в этой пешей свалке очередной прогиб. Погиб его заместитель Прокоп Малый. Прокупик. То есть, таболеты лишились своего генералитета, условно говоря. Но, несмотря на это, их не смогли разгромить. То есть, да. Они потеряли сражение полностью. Потери были просто ужасающие. Там только убитыми 2000 человек из десяти. Вот. И полностью исчезнувшая куда-то конница. То есть, каждый пятый, считай, погиб. Но непонятно сколько раненых. Решительно непонятно. Ну, то есть, наверное, половина войска так или иначе была помечена кровью. Но их не смогли взять. Несмотря на то, что был отдан приказ плохой войны, пленных не брали вообще. То есть, всех отступающих, которых могли рассеять, просто убивали на месте. Вплоть до того, что люди, которые, например, там, отступая, заходили в деревню, сжигалась деревня целиком. Просто, чтобы их не штурмовать, просто к чертовой матери. Деревню в огонь. Все. Горите, чертовой матери. То есть, их просто очень сильно ненавидели и решили разобраться самым решительным образом. А уничтожить не смогли. То есть, табориты оказались настолько круты, что они смогли отступить к той самой горе Сион, с которой началось вообще таборитское движение еще давным-давно до смерти Гуса. То есть, там, где как раз формировались те самые секты первые людей, которые уходили в горы. И они там заняли оборону, чтобы сформировать новый табор. И снова стали собирать к себе крестьян. То есть, поражение было решительное, очень болезненное. Но самое главное, что движение никуда не делось. Опять оказалось, что, несмотря на то, что весь генералитет погиб, а движение сохранилось. И оно осталось на этой самой горе Сион, которую придется потом брать штурмом. Вот ничего невозможно оказалось с ними сделать.